Амичи отметили 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Главные праздничные мероприятия прошли на Соборной площади. Традиционно в центре города прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». За пять лет ее проведение количество участников выросло в 10 раз. Как сегодня потомки фронтовиков вспоминают подвиг солдат-победителей в сюжете Елизаветы Васильевич. 9 мая – это праздник, который объединяет все граждане нашей страны, независимо от возраста и национальности. Тысячи амичей собрались на Соборной площади. Парад начинается с торжественного построения войск Омского гарнизона. В этот день аплодисменты и слова благодарности только для них. В торжественном кортеже из семи ретроавтомобилей – войны победы. Для Николая Казикина война началась за пределами СССР. Молодой лейтенант освобождал Чехию и Австрию. Труд наш, участников войны и участников тыла, не прошел даром. Хоть я и конец войны захватил, но зато побывал во всех странах Европы. Я начал войну в Чехословакии, город Банская штаммница. Я принял взвод молодой лейтенант послевоенного училища. При бытие парадного эскорта ветеранов по традиции тепло приветствовали участвующие в параде военнослужащие и многочисленные зрители. Торжественное построение войск Омского гарнизона началось с выноса флага России и копии знамени победы – символа отваги советского солдата, частицы души каждого гражданина России. Следом на площади появились штандарты воинских соединений и частей, сформированных в Омской области в годы войны. Колонну военной техники возглавил легендарный танк Т-34. Он впервые проехал по Соборной площади. Управляли техникой весом в 26 тонн курсанты Омского автобронетанкового инженерного института. Мы первый раз на параде, поэтому впечатление масса, аж до мурашек, гордость за нашу армию. Все очень нравится. Ребенку первый раз показывают. 9 мая в Омске уже в пятый раз прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». Огромная колонна людей следовала маршрутам от областной библиотеки имени Пушкина до Иртышской набережной. Люди прошлись по Красному пути в Соборной площади улицы Ленина. Более 50 тысяч человек вышли с портретами родственников фронтовиков. Наряду со взрослыми в многокилометровую колонну встали тысячи детей, школьников, студентов, волонтеры многочисленных общественных организаций, помогали инвалидам, которые впервые приняли участие в акции. Шествие завершилось торжественным митингом. Брат приехал из Казахстана, я сама живу в Омске. Чтобы почтить память деда, мы пришли в «Бессмертный полк». Сотрудники областной детской клинической больницы вспоминали своих учителей, а также тех, кто работал, спасая жизни в полевых условиях и госпиталях. В Омской области 169 тысяч с лишним пришло. Медиков своих больных, пациентов принимали. И только 1226 не выжили. А по общей статистике, санинструктор и врач, они жили всего по 47 секунд. Вы почитайте это. И вернули в строй в ряды Красной армии. 56 процентов. Почти 300 тысяч наших земляков ушли на фронт. 152 тысячи амичей погибли и навечно занесены в книгу памяти. На берегах Иртыша было сформировано 6 стрелковых, 2 кавалерийские дивизии, добровольческая стрелковая бригада. Они защищали Москву, насмерть стояли у стен Сталинграда, героически сражались в Курской битве, освобождали Белоруссию, Украину, Прибалтику, брали Берлин. За мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны тысячи амичей награждены высокими правительственными наградами. Их имена внесены в многотомные издания солдаты Победы. О память чтят потомки. Елизавета Васильевич, Юлия Боброва, Дмитрий Головко, Константин Демиденко и Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.